Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые товарищи, благодарю за представленную возможность выступить на сегодняшнем, я считаю, историческом пленуме, как с точки зрения его значения для выработки дальнейшей стратегии нашей партии, так и с учетом той роли, которую он призван сыграть в деле консолидации всех левопатриотических сил страны. Анализ наиболее острых экономических и социальных проблем современной России данный в докладе убедительно свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления поддержки национальной экономики, борьбы с бедностью, преодоления социальной поливизации, решения демографических проблем как важнейшего условия успешного развития нашей страны. Полностью согласен с Геннадий Андреевичем, что именно в рамках широкой коалиции патриотических сил КПРФ сможет еще тверже отстаивать государственную патриотическую линию, добиваться широкого внедрения механизмов стратегического планирования, разумного размещения производительных сил, ликвидация диспропорции в развитии регионов, повышение эффективности социально-экономической политики всей нашей страны. Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые товарищи, в рамках Орловского международного экономического форума в начале этого года мне уже была предоставлена возможность говорить о нашем опыте в решении задач, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение жизни орловчан. Сегодня позвольте коротко проинформировать уже в более широкой ретроспективе, с учетом того, что 5 октября было 3 года с момента начала работы в регионе. Хочу доложить, что за прошедшие 3 года нам удалось обеспечить рост валово-регионального продукта на 15%, он вырос на 33 миллиарда рублей, ежегодно мы прирастаем на более чем 5%. Значительно увеличилась доходная часть бюджета, на 16,5% нам удалось увеличить расходы на социальную сферу, на треть финансовую поддержку муниципальных образований, за счет собственных доходов удалось снизить госдолг более чем на полмиллиарда рублей и дополнительно увеличить сокращение расходов на обслуживание самого госдолга. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, регион не допустил падения промышленного производства. За январь-август индекс производства ставил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. Но и, как сегодня уже говорилось, действительно настоящий прорыв сделал наш агропромышленный комплекс. Уже год назад область вошла в число лучших регионов ЦФО по намолоту зерна, сбору масличных культур, стала четвертой в России по урожайности подсолнечника и второй по валовому сбору гречихи. В этом году мы получим самый большой урожай зерна за всю историю региона. Вот сегодняшняя утренняя справка 4 миллиона 17 тысяч тонн зерна. Планово мы выходим на 4 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Это почти даже не 5, а 6 тонн на каждого проживающего в области. Рост объемов производства, соответствующий увеличение мощностей по переработке. Мы открыли в прошлом году в Орле завод по производству суров и другой молочной продукции. В этом году уже запустили новый современный цех на заводе «Орел масло», в результате чего мощности предприятия по переработке выросли до 400 тысяч тонн в год. Есть немало и других примеров, на которых я не буду останавливаться. Серьезно выросли и наши экспортные возможности. Уже в этом году продукция ПК мы экспортируем на 90 миллионов долларов. В 2024 году план стоит на 150 миллионов долларов США. Динамично развивается и строительный комплекс, подводя промежуточные итоги трех лет. Очевидно, что нам удалось построить почти миллион квадратных метров жилья. При этом область устойчиво демонстрирует положительную инвестиционную динамику. Занимаем четвертое место в рейтинге субъектов Центрального федерального округа и пятнадцатое место в стране по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал. Нашей, безусловно, крупной общей победой стало создание территории, опережающей социально-экономическое развитие МЦЕНСК и особоэкономической зоны промышленно-производственного типа Орел. Буквально недавно мы отмечали год этих решений и уже новые инвесторы, новые рабочие места. И, надеясь, дальше мы в такой же активной фазе будем развиваться. Много удалось сделать и для социальной сферы региона, в частности, акцент на реализации проекта «Демография», развитие медицины, образование, создание комфортной городской среды и новых рабочих мест. В 2020 году в области на финансовую поддержку семей при рождении детей направлено более 1 миллиарда рублей. Введены и в этом году строится, в 2021 год запланировано еще два детских сада. Ну и, конечно, в числе главных приоритетов остаются вопросы развития здравоохранения. Идет пополнение парка автомобилей скорой помощи. Мы за два года 58 новых автомобилей скорой помощи. В этом году 42 модульных ФАПа. Геннадий Андреевич видел один из них. Это в пять раз больше, чем даже в 2019 году. Серьезно смогли обновить сосудистые отделения, первичные регионально-сосудистого центра. Модернизировали онкологическую службу, приобрели современный оборудование для детских медучреждений. Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, Орловское здравоохранение работает и в этих сложных условиях. Регион значительно продвинулся и в создании современной транспортной инфраструктуры, благоустройств, формировании комфортной городской среды и социальном развитии села. В 2020 году предусмотрено 1,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорожной сети. Заканчивается благоустройство 175 дворовых, 35 общественных территорий. Но я отдельно хочу остановиться на инициативном бюджетировании. Очень много говорится о необходимости поддержки народных инициатив. Сумма, которая распределена в 2020 году между муниципальными образованиями, выросла в 10 раз. Народный бюджет направлен на реализацию именно социально значимых мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных самим населением и отобранных путем прямого народного голосования. Решение реальных проблем простых граждан, защиты человека от труда, все это остается главным приоритетом в моей работе к императору коммуниста и, конечно, лучшая награда – это благодарность людей. Их поддержка наших решений – это весомый вклад в повышение в том числе и авторитета партии. Я также с большим вниманием всегда смотрю и за результатами, которые были достигнуты в Иркутской области, радуюсь успехам моих коллег в других регионах – Акасии, Новосибирске, которые вносят большой вклад в копилку наших общих достижений. Конечно, далеко не все вопросы регионы сегодня могут решить самостоятельно. Существует недостаток доходных источников на исполнение ежегодно растущих расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки, лекарственное обеспечение и другие расходы. Ситуация усугубилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, когда в регионах идет объективное увеличение расходов, в первую очередь социального характера. К сожалению, методика распределения средств федерального бюджета такова, что слабо учитываются особенности регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. А это еще более усугубляет дисбаланс финансовых возможностей в территории. Прошу нашу фракцию в Государственной Думе поднять этот вопрос. Необходим дифференцированный подход к субъектам, оказание полной поддержки федерального бюджета регионам с низким уровнем долговой устойчивости, изыскание возможности представить субъектам дополнительную финансовую помощь для обеспечения в полном объеме потребностей на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. В противном случае бедные регионы станут еще беднее в эти непростые времена. Дорогие товарищи, убежден, что благодаря взвешенным, продуманным решениям, которые принимаются на уровне руководства КПР по главе Геннадия Андреевича Зюганова, все эти годы, идущего во главе нашей партии, мы сможем обеспечить решение, стоящие перед нами задач. Позвольте пожелать вам нового успеха в реализации программы нашей партии «Отставление прав трудового народа» и, пользуясь этой возможностью, позвольте поздравить с наступающим третьей годовщиной Великого октября. Спасибо, Геннадий Ильич.